Равновесие Равновесие — это то, когда ты учишься контролировать свои чувства. Для меня это, прежде всего, эмоциональная выдержанность. Ее невозможно достичь, если ты не обладаешь тем знанием, которое как раз таки дает йога. Все техники, которыми я занимаюсь с помощью моего тренера, с помощью моего мастера Алены Тихоновой, именно направлены на то, чтобы не только стабилизировать себя в пространстве, не только гармонично развивать свое тело и заботиться о том, как оно себя чувствует, а может быть даже в первую очередь через вот эти физические состояния добиться максимальной гармонии духа. Поэтому, отвечая на ваш вопрос еще раз, я могу сказать, что равновесие — это, конечно, гармония, которая, если присутствует в нас, то делает нас счастливыми. Все так или иначе связано с йогой. Все так или иначе связано с йогой, потому что, если я говорю про физическую нагрузку, то это растяжки, то это асаны, то это, конечно же, физкультура с утра. Если я говорю про йогу, я говорю про дыхательные упражнения, без которых я вообще себе не представляю успокоения ума, успокоения сердца, успокоения тела. И мой день заканчивается медитацией. Каждую ночь я ложусь спать под… Есть такой сайт, который сделала как раз-таки Алена Тихонова в содружестве с другими классными ребятами, который называется «Медитопия». И вот как раз-таки там я нахожу максимальное ощущение и равновесия, и баланса, и самоуспокоения. Я рекомендую его всем друзьям. Не в том смысле, что я его рекламирую, просто это мне помогает. Вы не знаете, что это такое? Это крутая вещь. Вот сейчас закончится интервью, я покажу вам предложение. Супер. У меня дети вместе со мной, когда ложатся спать, они мне говорят «Мама, включи, пожалуйста, медитацию». Это называется медитация сна. У меня был очень непростой период жизни в 2014 году. Этот год вообще очень многое поменял. и мое отношение к людям, и мое отношение к природе людей, и мое отношение к жизни, и мое отношение к тому, как мы живем и как все быстро может измениться. И я искала, можно сказать, спасение в спорте. В этом же году, в 2014, у меня появился друг, который очень много сделал для того, чтобы я хорошо себя чувствовала. Он был боксер, и я стала заниматься боксом. Но в какой-то момент я поняла, что мне недостаточно... Кстати, я знаете, через что это поняла? Бокс все-таки круглит спину, скручивает. А мне хотелось большей растяжки, большей осанки. И, конечно же, именно этому учит йога. Моя подруга познакомила меня с Аленой Тихоновой. Произошло это очень случайно, но для меня, потому что я не знала ничего. Я вообще сторонилась йоги, потому что йога, как и большой теннис, всегда для меня были такими занятиями очень модными, очень такими, я бы сказала, мажорными. Я всего этого очень боялась, потому что мне нравится, когда люди занимаются сутью и не меняют по сто раз один красивый топ на другой, не углубляясь, так сказать, в суть процесса. Ну, назовем это так. Но, когда я стала заниматься йогой, я поняла, насколько это тяжело, насколько это не вапсоло, насколько это не мажорно, насколько это дисциплинирует, насколько ты должен быть выдержанным, чтобы этим заниматься каждый день. И я говорю каждый день, потому что каждый день у меня начинается с коврика, с того, что я включаю не медитацию, а расслабляющую музыку, и вот так я начинаю свой день. Со стакана воды, с коврика, и мне, конечно, это очень помогает. Так вот, возвращаясь к 2014 году, моя подруга привела Алёну и сказала, вот отличный мастер. Мы познакомились, и мои первые слова Тихоновой были такие, научите меня, сделайте так, чтобы я стала сильнее, мне нужно было стать сильнее. Она сказала, хорошо, и начала заниматься именно физической нагрузкой, именно асанами. И когда всё это стало происходить, я стала думать, интересно, когда же я начну быть сильнее, потому что я думала, что передо мной сядет человек, начнёт мне что-то такое рассказывать, очень такое вот важное, из-за чего я стану сильнее, ничего подобного. Она меня конкретно стала обучать общению с моим телом, с моим организмом, с моим мозгом, с тем, что как раз тебя и делает сильнее. То есть я к этому пришла изнутри, это очень важно, потому что то, к чему ты приходишь не поверхностно, а сам, это на всю жизнь остаётся. Ещё очень интересный момент, когда мы познакомились, я сказала, я хочу быть сильнее, потому что вот я очень много лет прожила на севере, и там было много снега. Она спросила, где? Я сказала, в Магадане. Она сказала, да, интересно, в Магадане, я вот тоже из Магадана. Я говорю, как из Магадана? И оказывается, у нас мамы работали вместе на магаданском телевидении. Представляете? Вот из всей Москвы, из всей огромной страны найти человека, который станет единственным для тебя мастером, единственным человеком в йоге, которому ты абсолютно без купюр доверяешь, ты можешь делать с ним всё. Когда она ставит меня на гвозди, я могу встать на гвозди только потому, что это она. И так в любом деле нам нужен, конечно, проводник, поэтому Тихонова она проводник. Я её просто благотворю. Она для меня человек, который, она намного младше, чем я. И она в возрасте, вот в этом её возрасте, когда я была, я вообще ничего не понимала в жизни. Но она нашла себя так рано и так глубоко, что этот человек, конечно, далеко пойдёт. Я могу сказать, что сегодня я себя нашла. Я постоянно общаюсь с собой, я постоянно за собой наблюдаю, я постоянно занимаюсь самообразованием. Мне это интересно не потому, что мне нужно это для кого-то или для мира, а мне это интересно для самой себя. Поэтому, когда ты постоянно интересуешься собой, своим миром, который нужно действительно совершенствовать, он отвечает тебе тем же, и ты идёшь вперёд. И группа «Ночные снайперы» на сегодняшний день сделала колоссальное движение вперёд. То, чего не было ещё даже года четыре назад. То есть, если проводить параллели, например, с йогой, то мы находимся сейчас на очень продвинутом уровне в музыке. И это, конечно, результат ежедневной работы. Но, опять же повторяю, то же самое, что с ковриком. Ты не будешь тянуться каждый день. Конечно, ты задеревенеешь, что называется. Нужно постоянно заниматься собой и телом, и головой, и сердцем. Тогда всё будет хорошо. Я могу сказать, что я стала профессионалом, потому что, первое, я могу выйти на сцену в любом состоянии, что бы у меня ни случилось, как бы я себя ни чувствовала. Я могу выйти вообще без голоса и прокачать зал. Я знаю, как это делается теперь. И я обладаю таким знанием, которое ко мне пришло благодаря моей работе. Моей 26-летней уже работе. Я с гордостью говорю об этом. Это очень кайфово. Это очень тяжело, но это очень кайфово. Во-вторых, я профессионал, потому что я поняла, что это мой путь. Я всецело ему принадлежу, и я максимально ему предана. Это второе качество профессионализма для меня. И, в-третьих, я окружила себя командой, которая максимально отвечает моему уровню. То есть, понимаете, профессионализм – это ты плюс твое окружение. Один в поле не воин. Можно быть профессионалом, но у тебя может быть плохой техник. У тебя может быть непрофессиональный гример. У тебя может быть плохой соло-гитарист. Хороший парень, но плохой соло-гитарист. Что тогда делать? Я отвечаю абсолютно однозначно – прощаться. Потому что профессионализм требует больших жертв и большой самоотдачи. И я требую от людей того же, что я сама исповедую. «Если ты хочешь быть со мной, ты должен отвечать моему уровню. Если ты не отвечаешь, мы прощаемся». То есть, понимаете, с одной стороны, это, конечно, такие достаточно жестокие слова. А с другой стороны, все в мире люди, которые чего-то добились, базируются в своем сознании на этом знании. Вы задаете мне вопрос про семью. И, пожалуй, я могла бы сказать, что это самый главный вопрос. И этим можно было бы ограничиться. Потому что все самое лучшее во мне – это благодаря тому, что у меня есть дети. Благодаря тому, что у меня есть двое прекрасных детей. которые делают и йогу, и группы «Ночные снайперы», и профессионализм, и равновесие. Делают осмысленным и мое существование абсолютно гармоничным. Дети, вот понимаете, семья, вот если ответить еще раз на этот вопрос и коротко ответить, семья – это наше равновесие. Вот это самое главное асана в жизни. Это то, чего ты можешь, то, что ты можешь только заслужить, как раз таки работой своей души. Бог просто так не дает детей. Бог просто так счастья не дает. И Он его очень быстро забирает, если понимает, что ты не справляешься, если ты недостоин, если ты еще не созрел. Я родила детей в 36 лет, это довольно как будто бы поздно, но для меня это было отнюдь не поздно. Я просто прекрасно понимаю, что раньше я просто была не готова. И опять же, раньше, например, 2014 года, может быть, я была не готова к йоге. Потому что я могла бы, конечно, купить красивый коврик, знаете, записаться на какие-нибудь дорогущие курсы, да, и вот вместе с обеспеченными девушками туда ходить, перемывать кости своим подругам, молоть всякую ерунду. И, в принципе, это, наверное, тоже путь, но для меня это абсолютный путь ширпотреба, понимаете. Поэтому самое главное, это когда ты приходишь осознанно ко всему в жизни, и к йоге, и к детям, и к счастью, и к приготовлению каких-то блюд, и к вегетарианству, ко всему. Нельзя относиться выхолощенно к жизни. Мы живем действительно один раз. Мои дети должны обладать следующими качествами. Первое. Я хочу, чтобы они выросли неравнодушными людьми. Мне очень больно наблюдать огромные толпы мертвых изнутри людей, которые ходят по улицам. Мертвых, уставших, равнодушных, угрюмых, недолюбленных. Вот всего этого я хочу избежать в будущем своих детей. Первое. Второе. Я хочу, чтобы они получили профессию, которая им нравится. Абсолютно необязательно тут брать гитару и становиться мамой. Я вообще очень слабо верю в династии. Вот эти династии все актеры или все певцы, или все акробаты, понимаете. Не, ну хорошо, если вот так, но мне кажется, это большая редкость. Поэтому меня бы очень устроилось, мой сын, например, стал хирургом. Вот если бы он спасал людей, я бы просто бы, я поняла бы, что вот, наверное, я в жизни все сделала. А что касается девочки, то она хочет сейчас стать оператором. Я абсолютно не против, хотя это тяжелая профессия для девушки. Профессию, чтобы получили, это второе. Третье. Чтобы они были, конечно же, очень дружелюбными и очень щедрыми людьми. И ко всему относились легко. Но с чувством юмора у них уже так нормально. Они могут так пошутить, что я понимаю, что живут они в правильной семье. Но я знаю, что чувство юмора, легкость и постоянное желание работать, это то, что меня спасало в жизни всегда. То же самое я хочу, чтобы было у детей. Знаете, что я бы сказала им? Я бы им сказала, ни о чем не жалей и иди вперед. Или иди вперед и ни о чем не жалей. Вы знаете, кстати, мне никто не задавал этот вопрос никогда. Это очень круто. Это очень круто. Это мне очень поможет. Он действительно очень. Он формулирует так все. Ведь на самом деле можно говорить о том, что ты хочешь для детей. Ну так, долго формулировать, потому что это нормально, это жизнь и все такое. Но ограничиться одним советом детям, это очень правильно. Потому что они много не запоминают. Когда ты начинаешь очень долго им что-то объяснять, они уже не слушают тебя, скажем, через полторы минут уже все. А вот так сформулировать вы мне помогли. И я, конечно, вам благодарна за это. Вам спасибо. Круто. С годами мы сталкиваемся с такой ситуацией, вот я, например, столкнулась, что те люди, с которыми мне было хорошо, с которыми мне было легко и просто, с которыми мне было интересно, они из жизни уходят. Не физически, а просто нас разносит. Разносит время, разносит образ жизни. Я сокрушалась по этому поводу. И я очень много раз пыталась это изменить. Ну, пыталась поддерживать отношения, пыталась им писать, пыталась инициировать встречи. Ничего хорошего не выходило. Все было очень уже не так. Понимаете, не так. Нужно отказываться от этих попыток. Нужно не бояться, во-первых, принимать свой возраст. А с возрастом очень многое меняется. Во-первых, конечно же, ты перестаешь, так скажем, заводить то количество друзей, которое у тебя было, когда ты мог в 19 лет, постоянно у тебя появлялись новые люди. Ты постоянно знакомился, горел. И вот эта череда бесконечных лиц новых, она тебя питала. Сейчас так не бывает. Сейчас так и быть не может. И с годами, если иметь в виду вообще любого человека, ты все больше и больше замыкаешься в своем кругу, в своей семье, в своей профессии, в своей работе. И это правильно. Это правильно. Вообще в одиночестве нет ничего страшного. Возможность поговорить, пообщаться с собой намного более важна, чем звонить человеку, условно однокласснику, с которым ты учился, скажем, 30 лет назад, и пытаться как-то вдруг ни с того ни с сего болтать о чем-то. Не получится. Это человек из твоей прошлой жизни. Надо их оставлять в прошлой жизни. Если им плохо, если им нужно помочь, конечно, приходить на помощь. Но не более того. Будь в своем времени и будь с теми людьми, которые сейчас тебе нужны и дороги.